друзья всем доброе утро начну этот влог завтрака моего сейчас буду завтракать только что увезла лизу в сад майк сиуля уехали в школу вот давайте покажу мне здесь просто два яйца огурец нарезала сельдерей и половинка моцареллы дальше у меня здесь такой хлебец из чечевицы я сейчас это к чаю и чуть-чуть орешек осталось доем их на хлебец я помажу арахисовую пасту вот эту я вам показывала я ее покупала в магазине Росман буквально там одну чайную ложечку помажу пастой и медом чуть-чуть тоже пол чайной ложечки ложечку мне так нравится очень вкусно получается вот если когда хочется что-то сладенького классно и вкусно вот этот мед купила в магазине нету мне он так понравился стоил по моему пять пятьдесят что ли около того и он очень густой вот такой светлый как карамель прям вообще вкусный мне нравится еще потемнее какой-то был вот я взяла именно вот такой рапсовый да рапсовый мед и нравится мне надо будет еще купить вот так вот это выглядит чуть-чуть помазала пастой сверху немного размазала мед в общем будет сейчас мне вкусненько ладно друзья буду завтракать потом приведу себя в порядок пойду и начну делать дела по дому буду готовить обед сегодня на обед у нас мясо будет я достала вчера из морозилки картофельное пюре наверное сделала и капусту хотела потушить квашеную у меня есть такой у нас сегодня будет обед ладно друзья всем приятного аппетита я вчера ездила с на футбол и там в этом городе был магазин экчен ну заехали я вам прошлом видео кстати чуть-чуть засняла что я была в экчене купила вот такие органайзеры я думала буду из их использовать для сухого завтрака но они оказались немного высокие они не влазят мой ящик где-то миллиметра три ну миллиметров пять если бы они были пониже тогда бы подошли там есть и меньше где-то наверное вот две третьих высотой этого органайзера короче эти надо сдать мне и взять тогда другие жалко что эти не подходят они сколько тут два и три литра эти бы были как раз сама то но к сожалению не подходят мои ящики они вообще нигде так что отправим их назад андрей тут занимается камином у нас раскрошился камень внутри камина он сейчас все вытаскивает и у него специально есть такая как цемент специальный цемент для камина он хочет это все замазать собрать короче этот камень вот видите за восемь лет вот так вот раскрошился он сейчас это все хочет замазать как-то на цемент специальные Оно все схватится Посмотрим, вот этот видите Тоже раскрошился весь И еще я в магазине экчен взяла Вот такие веточки Здесь у меня 4 веточки Одна веточка стоила евро 99 И они там еще были в таком бежевом цвете Вот наверное как кресло такое Такой был цвет Но я взяла в розовом Вот не знаю, оставить их здесь в этой вазе Или же Поставить мне их в эту вазу Сейчас попробую Юля еще взяла вот такую массу Моделировать Вот переставила в эту вазу Но я думаю, что я их лучше здесь оставлю А вот эти вот веточки поставлю Ну так оставлю в этой вазе На полу стоять Захотелось немного цвета Вот такой нежный прям цвет Мне кажется Так оставлю Или может быть я сейчас вазу Вот эту коричневую переставлю сюда Сейчас посмотрю еще Нет, все-таки решила эту вазу оставить Белую здесь Ну мне кажется нормально Так сразу весеннее настроение Зайцы скоро уйдут Но я пока оставлю до православной пасхи Это все стоять А после православной пасхи Я уже все потом уберу Надо было наверное и в эту вазу Тоже такие же розовые Чтоб перекликались Вот я эти органайзеры увезу когда Посмотрю, может они там еще будут Тогда я куплю и в эту вазу тоже Иду наверх Мне тут надо скласть Вчера постирала майка футбольную форму От всей команды И думаю, Юля вчера тоже играла И Юля играла под дождем Был сильный ливень И вся их форма была прям в грязи Я говорю, слава богу, что мне не пришлось В этот раз Юлину форму стирать Вот, отстирывать Я уже на кухне Сейчас буду готовить обед Поставлю мясо в духовку У нас сегодня вот такое покупное мясо Это свининная шея Она с прослойками Здесь у нас бекон и лук Вот такое мясо, видите Разрезано оно получается пластами И прослойки у него здесь бекон и лук Все, я вот так его прям сейчас закрою крышкой И отправлю где-то на часа полтора в духовку Сначала поставлю на полтора часа А потом открою крышку и посмотрю Может быть еще с открытой крышкой дожарю его Мне уже через час 15 нужно уходить Сейчас я поставлю Сегодня к Лизе в садик придет батюшка Ну и они там будут песенки петь Батюшка будет что-то рассказывать И вот пригласили всех родителей Где-то на часок примерно С 12 до часу Так что поэтому я сейчас все поставлю готовить Сейчас картошку отварю, капусту потушу Как раз за час я успею И потом пойду к Лизе Ну и капуста У меня такое целое ведро Здесь сколько? 4-3 килограмма капусты Это мы еще в Польше покупали Не знаю, я увидела это ведро Говорю, ой, хочу капусты Купила, попробовала Но она почти такая же Ничем не отличается от нашей Или от немецкой Так, сейчас я ее поставлю тушиться Винегрет хочу Но у меня все никак Руки не дойдут сделать винегрет Вот именно с такой капусты Мне не нравится А вот как-то я покупала В русском магазине В банке стеклянной И она была не такая кислая Она немного отличается И вот с той капустой Винегрет очень вкусный получается А вот с такой очень кислой капустой Мне не нравится Сейчас я сюда еще нарежу лук И пусть она так тушится Под закрытой крышкой Налью немного воды Я поставила картошку варить, капусту И пошла проверять видео Пока проверяла У меня тут вся картошка перебежала Хотя я ее вроде бы не на такой Сильный огонь поставила Но все равно Теперь кастрюлю надо отмывать У меня уже время 20 минут И мне надо в садик Сейчас картошку потолчу Да, картошку потолчу И поеду Мы уже вернулись с Лизой домой Все это длилось недолго Полчаса примерно И мясо мое, смотрите, уже приготовилось Стояло оно у меня 2 часа Сейчас разрежу Оно вот прям все разваливается Если я сейчас нитки срежу Мне кажется, оно все развалится Ну, сейчас посмотрим Вот картошечку Ты же любишь картошечку? Смотри Картофельное пюре Ты же любишь? Сейчас я тебе дам Хочу сейчас вам показать мой заказ с сайта H&M Это я заказала все для Лизы Сейчас потихоньку начинаем покупать все для детей к лету Ну, вот этот заказ именно только для Лизы Заказала тут ей 3 комплектика Это такие простые вот футболочки с шортиками Чтобы она могла в сад их тоже надевать Вот, смотрите, такая футболка Микки Маус Я эти все комплекты взяла в размере 110 Футболка еще немного длинноватая Но до лета как раз она вытянется еще И будет все как раз Вот такие шортики Эти комплектики были недорогие По-моему, по 12 евро Потом вот такой мне тоже понравился Не сильно марки и Hello Kitty Кстати, он ей тоже понравился Она сразу, мама, ты мне его оставишь? Я говорю, да, оставлю Ссылочки вам оставлю, как обычно, в описании На все вещи Затем вот этот мне костюмчик понравился Такая блузочка, топик на бретельках И штаны, такие свободные штаны Эти в размере 104 Потому что 110 очень Штаны длинные Я еще один размер заказала 110 Но он оказался очень большой Дальше вот такая джинсовая куртка Джинсовая куртка у нас тоже в 110 размере Мне нравится, что тут заклепки Такие кнопки, а не пуговицы Это очень удобно для ребенка Вот такая светлая джинсовая куртка Можно накинуть и на платье, и на костюм Вот для лета, я думаю, самое то Классная вещь, которая такая базовая вещь Дальше вот такое платьице Ну, вот это я еще не знаю, оставлять, не оставлять Но я думаю, что для садика как раз будет неплохо Такой темный цвет Не маркий 110-116 Сколько стоили платья, я не помню Так что говорить цены вам не буду Дальше у нас вот такой сарафан Тоже 110 размер Ну вот этот сарафан я еще точно не знаю Будем мы его оставлять или нет Потом вот такие сарафаны Платья летние Посмотрите, какая красота В таком розовом цвете, правда Вот это 104 размер Это 110 размер И 110 размер чуть-чуть большеват Но до лета, к лету как раз Он ей будет само то В 104 размере немного Немного такое вот прям Это платье немного впритык Поэтому не знаю, скорее всего Я его отправлю назад Я не помню, почему я в 104 заказала По-моему, размера не было В розовом цвете Вот Оставлю вот это светлое платье Обязательно Это, может быть, перезакажу Дальше вот такое Простое платьице Вот эти платья, по-моему, всего лишь по 5 евро Или по 4 Точно не помню Такое нежное Мы его оставим обязательно Дальше вот такой костюмчик Это юбка и футболочка Это Лиза себе сама выбирала Ей нравится Эльза Вот, взяли Не помню тоже, сколько стоил Но он не очень был дорогой Правда, вот здесь Горловина такая широкая Ну, оставим все равно Ей он ей нравится И вот такую футболочку Она себе выбрала Тоже с единорогом И, кстати, эта футболочка Подходит тоже к этой юбочке Смотрите, можно и так носить вместе Еще я ей заказала Вот такие боксер-шортики Я раньше Юлию всегда Вот такие покупала из H&M И мне нравится качество у них Нравится, что они не пестрые Однотонные такие Вот И удобные для детей А тут в упаковке 10 штук Стоили, по-моему, они 20 евро, что ли Ну, 10 штук, я думаю, это недорого Сняла этикетки Сейчас сразу все отправлю в стирку Чтоб уже все было чистенькое Лиза меня позвала с ней поиграть Я говорю, ну, прыгать я не буду А Майк идет? Нет, я прыгать не буду Давай, я буду смотреть, как ты прыгаешь, да? Майк, потихоньку А то она опять себе подвернет ногу Только что Майк прыгал Тут она себе ножку Как-то подвернула Волосы у тебя, волосы, Лиза Все вот так в стороны торчат Где мой телефон? Сфоткать тебя надо Ёжик Ты как ёжик, смотри Бьется током теперь, да? Нет, сейчас у неё Ну-ка, вот сейчас, вставай Вон, иди сюда Вон, волос Лиза Ты ёжик у нас теперь, Лизушка Показать тебе? Показать тебе видео? Я сейчас в дороге В машине, как вы видите, выехала У меня сегодня запись Глазному врачу Ехать мне полчаса Это от нас 32 километра И вот сижу и думаю Когда я последний раз была у глазного врача Наверное Последний раз это было Когда мне было 18 лет Перед тем, как сдать на права Больше я, по-моему, не ходила Но у меня вообще всегда было хорошее зрение Ну и сейчас, в принципе У меня зрение неплохое Вот только Я вам, по-моему, говорила Что у меня Правый глаз Какой-то у меня там Иногда дискомфорт Я вижу какие-то пятна Ну, не знаю Вот иногда как будто расплывчато Сейчас пусть проверят Все Надеюсь, что все нормально Может быть Сухие глаза Тоже такое возможно Ну и вечером Когда темно Ночью Я замечаю, что Иногда вот фары от машин Вот эти красные Которые светятся У меня вот И не только фары Даже светофоры Что вот расплывчато Как-то я вижу Раньше все равно было лучше Ну, сейчас проверим Короче, посмотрим Никаких жалоб у меня не было В принципе Все это время Никогда Вот Ну, сейчас посмотрим Что врач скажет Я думаю, что все хорошо Возможно, просто сухость глаз Смотрите, какие деревья Уже все зеленые Как быстро распускаются Листочки Вообще Наш дуб Он еще Можно сказать Без листьев стоит Все, я уже на месте Пойду У меня как раз Еще 15 минут До моей записи Как раз успела Передо мной Там трактор ехал Еле-еле Тоже потеряла время И ничего Успела Сижу, жду доктора Мне уже сделали тест И доктор сейчас придет Все проверит Еще хорошо И скажет Нормально, ненормально Какое у меня зрение Надеюсь, не придется долго ждать Я уже вышла от врача Подъехала к магазину Сейчас еще забегу в магазин У меня время есть Вот Что мне сказал врач Врач мне сказала Что у меня в правом глазу Есть какие-то маленькие изменения У нас У всех У людей В глазу Не только у людей В глазу Имеется жидкость И она как бы Так Как желе Со временем С возрастом Эта жидкость Она может измениться Вот Ну и вот у меня Какие-то изменения Произошли И из-за этого Я вижу Иногда Вот такие Расплывчатые пятна Но Она сказала В нормальном случае Это ничего страшного И оно примерно Где-то через полгода Само все Рассосется Восстановится И Полностью все уйдет Вот А в плохих случаях Бывает Это Что это Предвестники Какой-то болезни Глаза Например В глазу Может образоваться Дырка Где-то Или же Отойти пленка Я не знаю Сейчас точно Как это по-русски Я по-немецки знаю Это называется Netzhaut Аплюизм Она мне там Тоже Своими всеми терминами Конечно Сказала Вот И Да Вот Это может Произойти Если в плохом случае Да И чтобы это все Исключить Они мне назначили Дали новый Термин Новую запись Мне дали И 2 мая Тогда Они мне уже будут Капать капли Чтобы глаз полностью Раскрылся Зрачок И хорошо все проверять Вот Чтобы все Все плохое исключить Но я надеюсь Что у меня все Рассосется Потому что Поначалу Когда у меня это началось Меня это так Мне это так мешало Я постоянно Вот Не знаю Глазом моргала Моргала Меня это напрягало Сейчас уже Мне кажется Что это стало лучше Или возможно Я просто уже Не обращаю внимания Ну в общем 2 мая схожу Посмотрим Пусть проверят Это хорошо И врач мне сказала Если вдруг У меня будут Такие симптомы Как например Какие-то темные пятна Я буду вот Например Посередине Видеть нормально Вокруг Будут темные пятна Или же Искры какие-то Как огонь Знаете Вот такие вот Она сказала Нужно немедленно Тогда обратиться К врачу Потому что Это возможно Уже Что-то серьезнее Я уже приехала домой Лиза мне тут Говорит мама Написала букву А Сама Говорит мама А как мое имя Пишется Дальше Теперь вот Эту букву пиши Я ей тут написала Она теперь пишет Давай Помочь тебе? Да Не можешь? Держи Так А пиши А Вот эту букву А Молодец Ну-ка еще раз Попробуй тут Смотрите Как у нас уже Столы выглядят Это Лиза Их все тут Поделала Нет Все Ты написала Лиза Тут стоит Лиза Еще раз Пиши Молодец И Как она карандаш держит Молодец З С Ну конечно Это сложная Буква Для нее Еще Сердечко Ну почти Только она у тебя Лежит Не в ту Так Давай я тебе помогу Держи Так И Вниз Вниз Смотри Попробуй Вот по этой Вот так Сама Пальчиком Попробуй Давай Вот Чтоб ты научилась Видишь Как ее надо писать Пиши А А А Это А Держи Листочек Чтоб он не Ездил туда Молодец Молодец Теперь пишем Мама Молодец Теперь вот эту Букву А Теперь опять М М Угу Слушай Такой листочек У нас Правильно Молодец И теперь опять А Молодец Ты опять Лизыш Что ты написала Мама Ну-ка читай Мама Угу Друзья На сегодня Я с вами уже попрощаюсь Уже ничего не буду Сегодня снимать Будем отдыхать Вам желаю Прекрасного воскресенья И Увидимся с вами В среду Как обычно В новом видео Всем пока Спасибо Что посмотрели Наш влог Мне нравится Что тут кнопки А не пуговочки Он смотрится Вроде бы Неплохо Но и как-то Не знаю И Эльза Кто это Эльза Ну и рукой Сейчас неудобно Вот Это Как я уже сказала Не помню Говорила Не говорила Или говорится Потолку Что-то я не знаю Точно Потолчу Потолку И Эльза Субтитры подогнал «Симон»